Салют любители спорта, с вами новость UFC и у нас хоть и с небольшим запозданием на повестке очередной разбор прогноз к предстоящему противостоянию Байдер-Молдавский. И как вы уже, друзья, очевидно в курсе, сегодня в ночь в Фениксе США состоится первый турнир Беллатер в 2022 году, главным событием которого станет поединок между действующим чемпионом промоушена в тяжелом весе Райаном Бейдером и обладателем временного титула Валентином Молдавским из России. Райан Бейдер-Дарт после перехода из UFC, где он был на хорошем счету, но все же не тянул топ-уровень, неизменно проигрывая важные поединки, с переходом в Беллатер словно расцвел. Начиная с 2017 года Райан одержал 5 побед к ряду, уместив в них завоевание чемпионского титула в полтяжелом и тяжелом весе. Но потом у Бейдера начался спад. Сначала Дарт не смог завершить защиту против Чайко Конго, где поединок был остановлен и признан несостоявшимся. Далее Бейдер спустился в полутяжи, чтобы защититься от российского претендента Вадима Немкова, вследствие чего расстался с одним из титулов, уступив ТКО. Вернуть регалию не получилось, Рейн стал участвовать в гранд-при в полутяжеловесах, но следом за победой над летом от Чида последовал полуфинальный разгром от Кори Андерсона, который забил Дарта в первой пяти минутке. Сейчас американец возвращается в хэви-вейт, где за ним все это время сохранили позицию чемпиона, но и обязательного претендента успели определить. Валентин Молдавский, так же как и Байдер в Беллатар, с 2017 года, но за пять лет провел всего лишь шесть поединков. Только в 2020 он выходил в клетку промоушена дважды, обидив по очкам Хавья Яллу и Роя Нельсона. В остальные годы выступает лишь по разу. Временный титул российский тяжеловес из команды Федора Емеляненко завоевал в июне прошлого года, выиграв по очкам в пятом раунде у Тимоти Джонса. Вообще примечательно то, что пять из шести боев с участием Молдавского в Беллатар прошли всю дистанцию. Ну а теперь давайте коротко поговорим об антропометрии. Райан Байдер ему 38 лет, рост его 188, он выше. Размах рук также 188, рекорд в ММА 28 побед, 12 нокаутами, 3 сабмишенами и 13 по очкам, 7 поражений, 5 нокаутами, 2 сабмишенами и 1 бой признан несостоявшимся. В рейтинге Беллатар чемпион. Валентин Молдавский 29 летний боец, рост его 1,85, размах рук 1,91, рекорд в ММА 11 побед, 1 нокаутом, 3 сабмишенами, 7 по очкам и 1 поражение по очкам. А в рейтинге временный чемпион. Что касаемо навыков, то тут дела обстоят так, Райан может бить и бить сильно, также может выбросить удар с наскокой, тот самый которым отправил Федора на настил. Он силен физически, с базой борца, при этом может рационально разработать план на бой. Что касаемо Молдавского, он неплохо борется, но до уровня Байдера, мне кажется, все же он не дотягивает. Может хорошо приложиться, но к явным нокаутерам его точно нельзя причислять. Также Молдавский очень силен. В общем, у нас рисуется такая картина. В пользу Молдавского можно отнести возраст, то, что он разносторонний боец и, возможно, его серия без поражений. В копилку же Байдера отнесем опыт и, на мой взгляд, более лучшие борцовские навыки, в которых он чувствует себя мега комфортно. Почему более лучшие, я поясню. Все просто, потому что он ими пользуется чаще. Ну и, конечно же, нельзя забывать, что у Байдера досрочных побед будет побольше. Явного победителя в этом бою назвать сложно, поскольку бойцы приблизительно равны. И на этот бой будет очень интересно посмотреть, сможет ли Молдавский расквитаться за учителя Федора или Байдер, покажет уровень ветеранской закалки. Скотт Кокер также утверждает, что Байдер, несмотря на неудачи в полутяжелом весе, по-прежнему представляет серьезную силу и опасность тяжелой весовой категории, благодаря главному образу – превосходству над соперниками в скорости. И в этом с опытным президентом не поспоришь. Но также глупо было бы настаивать, что скорость – главный и решающий фактор, являющийся залогом превосходства американца. У молдавского хорошая борьба, и чья борьба будет лучше, это нам еще предстоит увидеть. Однако, не лишним будет отметить, что Молдавский не особо предпочитает работать в портере. Да и я думаю, акцент будет больше на стойку. Но все же не исключено, исходя из того, что нам показал даже чемпион Фрэнсис Нган в своем крайнем поединке в UFC, Молдавский также вполне может пожертвовать зрелищностью и переключиться на борьбу. Или показать скучный поединок, как уже не раз сделал прежний, чтобы добиться благоприятного для себя результата. Тем более, сейчас, когда на кону полноценный титул и важность поединка нельзя переоценивать. Российский боец, возможно, и уступает американцу в ударке, но все же не настолько, чтобы в стойке оставаться статиком, и не суметь навязать сопернику удобный для себя рисунок боя. Учитывая все это, наш прогноз на бой таков. Байдер все же старый волк, и вырвать победу не нова для него. Ну а вы, дорогие друзья, оставляйте свой прогноз на предстоящий поединок. Какой, по вашему мнению, будет исход данного противостояния? Ну а с вами, как обычно, был канал Новости UFC. Поддерживайте ролик лайком, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и до встречи в следующем выпуске. Всем мира и добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok